Макхост. Это качественный хостинг для размещения сайтов любого типа, от визиток и блогов до корпоративных порталов и проектов с высокой нагрузкой. Неоспоримые преимущества Макхост. Самое современное серверное оборудование Dell установлено в сверхнадежных дата-центрах уровня Tier 3 Plus в России и Нидерландах. Uptime 99,99%. Оптимизация под все известные CMS. Компания является сертифицированным партнером 1S Bittrex и имеет показатели производительности свыше 140 единиц. Круглосуточный саппорт, полный документооборот для юрлиц, щедрая партнерская программа. Кроме того, Макхост берет на себя все вопросы, связанные с переносом проектов с других хостингов. Достаточно написать техподдержку и сайты будут бережно и корректно перенесены в течение 4 часов. Специальная акция для моих подписчиков. В описании к видео вы найдете промокод на 3 месяца бесплатного хостинга. Приветствую вас, уважаемые коллеги, начинающие авторы YouTube и просто случайные зрители. С вами Стас Быков, эксперт по интернет-маркетингу. У меня есть свой канал на YouTube, на нем сейчас 77 тысяч подписчиков. И сегодня мы поговорим на тему, как зарабатывать на YouTube, если вам не подключают монетизацию. Ребята очень много и часто мне пишут, и на форуме пишут, на моем форуме поддержки, где мы общаемся, на различные совершенно темы. Давайте сразу покажу. Вот триггеры.ру. Я только здесь отвечаю на ваши вопросы, потому что ВКонтакте я не успеваю отвечать. И второй момент, когда я отвечаю ВКонтакте, больше никто не видит это сообщение. А здесь мы помогаем друг другу. То есть я отвечаю на какой-то популярный вопрос, и вы сразу же видите ответы. И тем самым мы не создаем дублирующие вопросы, и вы можете задать какой-то уточняющий вопрос вот в этой ветке. Смотрите, создали тему теги канала. И здесь вы уже можете продолжить подключиться к нашей беседе, написать, скорректировать, может даже мне что-то подсказать. То есть триггеры.ру заходите. Я спонсор сегодняшнего выпуска, это мой блог, мой форум. Здесь будем общаться. Итак, многие мне пишут, что не подключают уже три месяца и более монетизацию. То есть YouTube мне не нравится. Как на нем зарабатывать? Непонятно. Не работает то, что ты говоришь. Понимаете, вся фишка в том, чтобы понять механику, в чем заключается этот алгоритм, который позволяет зарабатывать на YouTube. Один из способов монетизации, это просмотры на YouTube. Да, я тоже, у меня сейчас монетизация подключена, я зарабатываю на ней деньги. А давайте сразу вам даже покажу, сколько у меня выходит. Сегодня у меня такое настроение, что я вам даже сейчас покажу свой личный кабинет с доходами. Посмотрите, но никому не рассказывайте. Итак, у меня на канале сейчас, давайте проведем быстро, маленькую аналитику. Я думаю, вам это интересно. Сейчас у меня примерно в среднем 5000 просмотров в сутки на канале. В месяц это 140, ну 160, 200. То есть в пике было 200. Вот смотрите, 211, 160, 190 тысяч просмотров в месяц. Сколько денег я получаю за просмотры? Так, закроем здесь пароль, чтобы вы не видели. Потому что личный кабинет это только мой личный кабинет. И давайте посмотрим финансы и выплаты Ютуба. Я подключен к партнерской сети Йола. Если вы еще не подключены к какой-то медиа сети, и вы задумываетесь, что же мне делать, то после того, как вы все равно подключите в будущем монетизацию, вам все равно ее активируют когда-либо, подключайтесь сразу к медиа сети. Это облегчит и вывод средств денег, и вы сможете с ними консультироваться. Еще очень много преимуществ. Это и всякие инструменты. То есть вы сможете слушать в своих видеоролики, вставлять музыкальные фрагменты песен, которые находятся только на лицензии у Йола. И вы сможете их использовать именно в своих видеороликах. Тем самым сделать их более разнообразных и динамичных. Плюс здесь есть реферальная программа. То есть вы, рекомендуя своим друзьям и другим авторам данную медиа сеть, вы будете тоже получать какой-то процент. Ну ладно, вернемся к деньгам. Итак, посмотрим, сколько я получил. Вот за данное количество просмотров я получаю, смотрите, ну 200. Ну на самом деле не 200. Давайте более детально посмотрим, сколько же там получаете. То есть заходим на главную и видим, что за данное количество просмотров, минус всякие комиссии, я получаю 122 доллара. Плюс реферальная, это как раз вот эта программа реферальная, когда я рекомендую авторам данную медиа сеть и люди тоже в ней развиваются. Чем больше автор будет зарабатывать денег на своих просмотрах, тем больше будет этот маленький процентик, который мне выплачивает медиа сеть. Понимаете, почему я заинтересован в том, чтобы вы развивались? Чем больше у вас будет доход, тем будет мне лучше. Поэтому я заинтересован в вашем развитии. И это смысл, моя философия, понимаете. В этом, я думаю, заслуживаю лайк. Итак, смотрите, 120 долларов, да. 120 долларов, давайте переведем сразу в рубли. Ну вы можете перевести там в гривны, но смотря откуда и с какой стороны вы смотрите. Это 7000 рублей, 7600. И 7600, я хочу сказать, что эту сумму можно зарабатывать вне этих просмотров. Какой источник дохода еще есть на ютубе, который не завязан напрямую от рекламы на ютубе? Правильно, это прямые рекламодатели. То есть вы начинаете рекламировать на своих каналах услуги или товары ваших рекламодателей. Реклама бывает нескольких видов. То есть вы можете сделать перед началом вашего видеоролика 30-секундную вставку. Вы можете сделать ее в середине ролика. Вы можете сделать ее в конце ролика. Также вы можете сделать интеграцию товара или услугу, которую у вас заказали, прямо в видеоролик. То есть вы непосредственно ведете тему видеоролика, а потом как бы невзначай рассказываете о товаре или услуге или о другом блогера. То есть по тексту. Реклама получается нативной и тем самым конверсия, что подписчики данного канала перейдут по ней гораздо больше. И еще третий момент вы сможете полностью заказной видеоролик сделать. Например, у вас кулинарный канал. И вам заказал изготовитель ножей видеоролик. Полный спонсорский видеоролик, чтобы вы о нем записали. И вы откладываете всю свою студию этими ножами. И начинаете нарезать мясо, готовить мясо. Но постоянно рекламируете все в логотипах данного бренда. Понимаете, полная интеграция рекламодателей в ваш видеоролик. И данная реклама позволяет зарабатывать в несколько раз больше, чем дают вот эти вот гроши. Вот 7 тысяч рублей за просмотры. И чтобы сделать вот эти просмотры, надо еще и попотеть. Потому что у меня, например, тематика узкая. И мне, чтобы набрать там больше 5 тысяч просмотров в сутки, это надо сильно попотеть. Это надо расширяться. То есть мне уже нужно записывать видео на темы, которые более популярны. Которые затрагивают трендовые темы. Ну да ладно, это про мой канал. Обратите внимание на свой канал. И если вам не подключают монетизацию, не расстраивайтесь. Потому что вы сможете размещать на своем канале прямую рекламу от рекламодателей. И ни в коем случае не унывайте. Продолжайте развивать свой канал. Если у вас сейчас там тысяча подписчиков, вам не подключают монетизацию Ютуба, развивайте дальше ваш канал. Потому что когда вы выйдете на большие просмотры, у вас будет много подписчиков. Рекламодатели к вам сами будут обращаться. Вот сейчас у меня 77 тысяч подписчиков. И рекламодатели меня сами находят, просят постоянно прорекламировать их сервис. У меня интернет бизнес, мне прочее. То есть у меня физических товаров нет, у меня все интернет сервис. Очень много предложений поступает на мои имейлы. Но я все отвергаю. И работаю только с теми сервисами, которые я пользуюсь сам. Именно поэтому, может быть вы меня поэтому и смотрите. Потому что только через свой опыт я рассказываю, в видео рассказываю то, что сам сделал, то чем сам пользуюсь. Поэтому не останавливайтесь никогда и развивайте ваш канал. То, что у вас не подключена монетизация, это никак не влияет на то, что у вас будет затруднено продвижение на Ютубе. Ваши видеоролики будут точно так же продвигаться. Продвигайте их, записывайте на популярные темы, выберите направление. Если вы выбрали рыбалку, записывайте видеоролики на рыбалку. Если вы выбрали интернет бизнес, какой-то интернет маркетинг, продвижение, записывайте только на эту тему. Если у вас изготовление тортов и выпечка, записывайте только на эту тему. Но нужно понимать перед выбором. Смотрите, обращайте внимание, главное, чтобы тема вам самому нравилась. И еще второй момент, прибыльность данной темы. Понятно, что бизнес тематика, она стоит гораздо больше, чем тематика, так скажем, животноводства, например. Или огород, сатый огород, или рыбалка. То есть бизнес тематика гораздо больше оплачивается. Но первый момент вспомните и посмотрите на него, нравится ли вам эта тематика. Потому что если она вам не нравится, но здесь хотя денег больше, она не пойдет у вас. Вы остановите свой проект через месяц, два, три. А самый, тут вот такой момент, что на первых порах, когда вы только развиваете свой канал, у вас еще нет 50 тысяч подписчиков, вы идете на чистом, голом энтузиазме. Вот сколько у вас будет запало, сколько у вас будет мотивации, это вам очень сильно поможет разгонять вот этот пароход, вот этот поезд, так скажем. И когда вы уже наберете аудиторию, то вы поймете, что вы не сможете уже остановиться, потому что аудитория будет просить новых видеороликов. У вас уже будет какая-то коммуникация с вашей аудиторией, с вашими подписчиками. Они какие-то вопросы будут с вами задавать. И я уверен, что у вас уже пойдут новые проекты. У вас будут какие-то новые направления, вы откроете уже другой канал. Но самое главное побороть вот этот момент на самом старте. И нужно понимать, что не только монетизация здесь вот есть на ютубе, есть еще и прямые рекламодатели. И именно на них обращайте внимание, они принесут вам основную долю вашего дохода. Видеоролики, цена видеороликов по рынку, конечно же, разная. Это может быть и 2 тысячи, и 5 тысяч рублей, да, за прирол, за интеграцию. Но эти деньги реально больше, чем платит сам ютуб. Поэтому не отчаивайтесь. Обязательно выберите вот сейчас направление, стратегию вашего канала. И работайте. Дайте себе год. Моему каналу уже 4 год идет. За это время у меня было очень много ошибок, потому что я все испытываю на себе. У меня были и паузы. Я по 3, по 5 месяцев не выкладывал видеоролики на канале. Вообще, я просто не ставил его в приоритет и думал уже вообще его просто не обновлять, забросить. Пускай, я думаю, он будет, но нет. Все равно, проходило время, проходили месяцы. Я думаю, надо все равно возобновить его. И вот это время сложное, когда у вас еще мало подписчиков, мало активностей на ваших видео, мало комментариев и лайков. Нужно реально пережить на... А как пережить? Это нужен энтузиазм, чтобы вы верили в то, что к вам все придет. Далее, когда вы переварите уже за 50 тысяч подписчиков, уже все пойдет так, как вы и не мечтали. То есть, пойдут рекламодатели, уже пойдут просмотры. Когда вы достигнете 100 тысяч подписчиков, я вот сейчас на пути, там уже у вас реально будет и проект выйдет на новый уровень, и вы будете уже делать новые проекты. Но к этому нужно идти, идти как? Каждый день работать над своим проектом. Вставая утром, думайте, какую тему видеоролика вы выберете. Вечером или днем обязательно записывайте этот видеоролик, даже через лень, даже как вы устали, пришли с работы уставшие, ничего не хотите, запишите. Просмотр телевизора вам ничего не даст в будущем, а здесь вы на перспективу работаете. Те видеоролики, которые я записал 4 года назад, набирают до сих пор просмотры. Сейчас мы сделаем самые старые видеоролики и посмотрим, сколько на них просмотров, и они до сих пор приносят мне деньги. Смотрите, 78 тысяч, 172 тысячи, 300 тысяч просмотров, 932 тысячи просмотров. И они постоянно, постоянно генерируют просмотры. Просмотры, они же и приносят деньги, но в вашем случае, если вам не подключают еще монетизацию, у вас еще и нет, они приносят вам подписчиков, и они приносят развитие канала. Надеюсь, сегодня я очень просто и очень убедительно вам рассказал, «Как заработать на YouTube без монетизации именно от AdSense». И поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы новый зритель. Здесь очень много интересного. На тему YouTube, на тему интернет-заработка, на тему ВКонтакте. Все, что вы хотите, здесь есть. С вами был Стас Быков. До новых встреч. Очень скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.